В этом году организаторы решили не повторяться. И даже входные ворота встретят гостей ярмарки новым оформлением. Конечно, не обойдется без традиционных персонажей из Комарохов и Зазывал. Но первые роли на этот раз все же отданы сказочным героям. Да и всем посетителям свинская ярмарка, уверена власти, покажется сказкой. Чего только стоят главные призы – четыре автомобиля. Лучших будут выбирать не только среди муниципальных образований, но и среди гостей. Даже самые маленькие смогут посоревноваться в номинации «Год ребенка». Свои кулинарные умения всежелающие смогут применить в конкурсе «Брянский картофель». Это номинация «Новшество праздника». Это именно для людей, которые пришли, решили участвовать в этом конкурсе. Кто быстрее почистит картофель, как его нашинковать, как приготовить. Там у вас будут возможности, плита будет, инвентарь будет. Все будет у вас под рукой, а вы будете готовить и друг друга вращать. И тот, кто вышел победителем, а это несколько будет номинаций, потом подводить. Потом главный, кто выйдет наибольшим победителем в этой номинации, он получит главный приз. По словам Николая Симоненко, с 9 утра до 6 вечера на Андреевском лугу будут работать концертные и спортивные площадки. А на подворьях можно будет не только перекусить, но и приобрести продукцию брянских производителей. В этом году заявки подали 350 участников. Причем около 60 мест уже забронировали наши соседи из Смоленской, Орловской, Калужской областей, а также из Украины и Белоруссии. Изюминкой праздника, по мнению замгубернатора, станет модный показ. Причем зрители будут сами оценивать и наряды, и необычных моделей. На подиум выйдут и домашние питомцы, и симпатичные буренки. Будет все виды, и собаки, и кошки, и птица, и коровы будет, и пони, и поросятки. Это все уже определено, они там будут. Там красивое будет подворье сделано. Наш локотской конезавод, мы его не привлекали, сейчас привлекаем в этой части. Тройка будет любой желающий, который желает прокатиться, имеет возможность это будет сделать. Тем, кто пожелает принять участие в празднике, не составит труда добраться до места его проведения. В течение всей субботы по маршруту будут бесплатно курсировать 10 микроавтобусов и 15 автобусов большой вместимости. А вот личному автотранспорту проезд к Андреевскому лугу будет открыт только до 9 утра.